Культпоход Хорошо, и Виктория Клепачева, скрипачка, преподавательница, истинная фанатка своего дела и всего, что можно назвать музыкой. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Каким-то образом, ну, условно возрождаются, да, условно вступают в диалог со зрителями. То есть это была небольшая экскурсия такая, ну, достаточно традиционная, да, и вот такое вот финальное завершение, которое, ну, мне показалось очень любопытным и интересным. И поскольку Регина приходила к нам где-то год назад, рассказывала о своем проекте сквозь пальцы, я так понимаю, что идеи эти перекликаются, да. Вот сейчас я тебя очень попрошу рассказать. Аня, ты хочешь что-то спросить? Да, я хотела спросить. Мы говорим об экскурсии. Это прогулки вот эти, про которые обычно там, да, говорят, прогулки по улицам Старой Вятки, с рассказом о домах, еще о чем-то, да? Ну, сейчас Регина нам все расскажет. Хорошо, рассказывай. Да, подробно обо всем. Ну, вот действительно, у меня был проект сквозь пальцы, он не существует поныне. Это как раз был проект, направленный на то, чтобы обратить внимание на судьбу исторических зданий в Кирове, в Вятке, мне так больше нравится, и посмотреть, да, кто виноват в их разрушении, почему так происходит, почему либо исторически, либо социально это сложилось в нашем городе, и что можно с этим сделать, да, и через фотопроект, через фотоснимки, по большей части черно-бело, то есть мы организовали еще и фото-выставку, и сейчас проект живет уже в социальных сетях, но когда приходили люди на выставку и сталкивались, это все-таки больше через негатив была такая история, многим было, во-первых, очень много эмоций было, и большая часть была негативная, потому что это действительно очень сложно понять и принять то, что мы в ответе за то, что вот наш город понемножку, да, в каких-то частях разрушается, и не в каких-то, а вот именно, допустим, да, историческое наследие, и поэтому вот эта вот боль, через которую мы пришли, она в какой-то мере, ну, какой-то там все-таки произошел, катрисис, но дальше у всех был вопрос, а что дальше, что делать с этим, да, вот этим наплывом даже больше внутренних эмоций, потому что очень сложно оставаться в этом положении, что ничего не меняется, все разрушается, вроде бы есть рычаги, как на это повлиять, но, в общем и целом, нужно было людей как-то вывести на какую-то более, не знаю, влагостную волну, связанную как раз вот с наследием с градозащитной истории, и поэтому я сама оставалась в таком подвешенном состоянии, для меня нужно было понять, кто я в большей части, да, там, дальше фотограф, дальше активист, дальше, там, не знаю, журналист, и для меня это был самый сложный переломный момент после выставки, понять, кто я и что в этом проекте, в этом городе вообще, я поняла, что, во-первых, мне эта тема не отпустит, я уже всем сказала, что я вместе с кораблем с этой темой, вот, потому что это уже, это не то, что стиль жизни, это уже просто твой взгляд на мир, и от него отказаться очень сложно, ты уже видишь город по-другому, и, соответственно, потом появилась мысль, много мыслей вообще, как реализовать дальше проект, или просто уйти в другие моменты, и один из моментов был как раз перейти во что-то более неожиданно позитивное, да, хотя очень сложно в этом во всем увидеть что-то там, да, такое вдохновляющее, но тем не менее, вот один из проектов, буквально еще тем летом он возник, определенно опять ночью, без сонной, вот, но он мне тоже показался какой-то такой грезой, на самом деле, я не думала, что он будет воплощен, но он меня очень вдохновил и вообще выправил на какую-то мысль, что нужно не только, да, в таком правдорубском, да, короче, рассказывать об этой теме. Активистском, акционистском. Да, и это в том числе, потому что многие начали меня уже активистом называть, обзывать и так далее, вот, а я все-таки больше, ну, в первую очередь, ну, человек, который неравнодушен городу. Ну, и художник. Ну, это уже приобретенный, вот, и получается так, что этот проект, я такая, ну, вот, смотрите, вот, что-то, я себе в заметке просто записала какую-то идею, вот, инсайд, и, соответственно, забыла, там, год был плодотворный другой работы, других проектов, другого всего, и вот он остался много-много времени, и когда уже подошел сезон, и она снова такая, привет, я там, вот, твоя идея, которая хочет с тобой поговорить, я такая, ммм, не знаю, не знаю, не знаю, и я действительно не думала в этом году, хотя понимала, что год культурное наследие, хотя уже все, как бы, да, составляющие складывались, но подходило время, я понимала, что лето всегда очень быстро пролетает, если ты сейчас не соберешься в мае, то ты не соберешься никогда, я поняла, ну, все сложилось так, что у меня освободилось много времени, вот, у меня появился огромный отпуск в этом году, и я почему-то взяла и пошла, пошла и начала собирать людей, собирать вот всех, кто заинтересован, и, как ни странно, все начало складываться, потому что уже были люди, кто знал меня по проекту, были неравнодушны, кто просто следил за моим творчеством сквозь пальцы, и так вот начали мы организовывать и потихоньку складывать в один небольшой такой проект, и вот он начал буквально, вот сейчас уже там 150 человек, даже 200 там, по сути, в общем, в целом у нас на прогулки записываются, вот, мы вчера рекорд побили, что у нас на прогулку, там у нас ограничено количество мест, записалось за два часа меньше, чем за два часа, все, все места забиты. Я видела у вас сообщение, там люди просятся, как так, почему, и вы говорите, ну ладно, мы у вас, хорошо, хорошо, в порядке исключения, мы вас добавим в список. Поэтому так, ну, в общем, сам проект, как он выглядит, то есть у нас это такой гибридный формат для Кирова, мне кажется, он довольно, я так понимаю, нов, что это прогулка, то есть экскурсия, да, классическая по небольшим кварталам, то есть это не часовая, не полуторачасовая, это полчаса экскурсии, но всегда эти кварталы разные, всегда в них мы ищем что-то, что раньше, может быть, не замечали, да, в том числе дома, которые сейчас либо обрели вторую жизнь, либо еще находятся тоже в каком-то подвешенном состоянии. Но всегда конечной точкой этой экскурсии у нас как раз является дом, здание историческое, которое вот в таком пограничном состоянии находится. Пограничное состояние, это, надо сказать, то есть он вот уже все практически потерян или нет? А это всегда очень разное, да, понятие, это просто такой эвфемизм, мне кажется, чтобы не обижать дома наши исторические, потому что для многих это просто заброшки, деревяшки и все остальное, а для нас это всегда очень что-то ценное и что-то в сердце, вот, и поэтому мы так это называем, такие дома, которые сейчас, они, у них есть действительно исторический статус, ну, охранный статус, это объекты культурного наследия, но, тем не менее, каким-то вот путем они дошли до такого состояния, что сейчас они уже либо признаны официально аварийными, либо действительно уже настолько ветхие, что уже, ну, это невооруженным глазом видно. А давай конкретный пример приведем, вот, прошедший уже на прошлой неделе, в прошлую субботу экскурсия, это дом, бывшая консткамера, как он правильно называется? Как он только правильно не называется, да, у нас РКПБ там и все прочее ему приписали, все советские регалии, но на самом деле мы хотим его называть особняк Сенилова, вот, потому что, ну, в первую очередь, конечно, особняк Сенилова не самого Владимира, да, а его отца, потому что большую часть жизни, конечно же, он сам и выкупил этот дом, да, и для него был построен, но там родился вот Владимир Сенилов, да, который вот стал будущим музыкантом. А сейчас этот дом, как бы, законсервирован, да, то есть какая у него судьба? Ну, он даже не законсервирован, да. То есть консткамера, музей оттуда выселен в 15-м году, насколько я помню, да, и сейчас. И он стоит пустой. Да, он пустует уже, да, седьмой год, получается. Вообще, да, очень странная история, что там музей пытался же реанимироваться, предлагал новый, да, проект, чтобы была другая история совершенно, обновился музей там с новыми художниками, с новыми, да, мыслями, но так вот получилось, что не приняли этот проект, и, соответственно, потом здание перешло в Минимущество, и его пытались несколько раз продать, один раз в аренду сдать за большой день, но аренда это всегда историческое здание, дорого. Но всё случилось так случилось, потому что никто не купил, и сейчас только вот там на внебюджетные средства, всё-таки к юбилею города будет отреставрировано здание, вот, по крайней мере, табличка висит, все обязательства, я проверила, есть, но пока из-за того, что изменилось, там, конечно, только баннер появился, вот, сказали, что он нужен для того, чтобы, ну, сымитировать, понятно, фасад, ну, и, собственно, защитить здание от разрушения, хотя это довольно... Закрытие досадков, да? Ну, я не знаю, я не верю в это. У меня такое предложение, давайте сейчас, может быть, сделаем небольшую паузу и попросим Викторию, раз уж и речь зашла о Сенилове, да, исполнить произведение как раз из проекта, и, я так понимаю, это музыка Сенилова, да? Расскажи, Вик, пожалуйста. Да, я как раз считаю, что лучше всего начать именно с музыки нашего вятского композитора, с нашего земляка. Да, вообще, в ходе работы над проектом я очень много узнала о нём, и это замечательная, потрясающая музыка, и очень жалко, что наши земляки так мало знают об этом человеке. Ну, вот сейчас ты всё и расскажешь, да? Да, я хочу исполнить струнный квартет, партию первой скрипки, небольшой фрагмент. Это струнный квартет второй, часть вторая, Адажил. Это струнный квартет. КОНЕЦ КОНЕЦ Браво! Спасибо! Спасибо огромное! Вика, ну расскажи, пожалуйста, тогда, раз наши землики так мало знают о Сенилове, несколько слов об этом композиторе, а потом, Регина, я попрошу тебя продолжить, прости, пожалуйста, что так безбожно перебила, переключила. Расскажи, Виктория. Вообще, в целом, очень значимая фигура для нашего края, очень интересная музыка. Я честно признаюсь, что до этого проекта я лишь слышала упоминания этого имени. Вот я, если честно, придя вот к этому зданию Кунсткамера, впервые услышала о том, что там жил такой композитор, и вот Вика как раз, то есть Регина как раз на экскурсии дала QR-код со ссылкой на его произведение. Я только тогда впервые услышала, что, собственно, за произведение он написал. Да, самое интересное, что очень мало записей, то есть вот я сама, если искала в интернете, я находила единицы просто записей, и нот очень мало, то есть в интернете нот почти вообще нельзя найти. Все ноты, которые я нашла, они хранятся в библиотеке у нас в Кирове. В Верценке, да? Да, да, да. Есть ноты, всего три произведения, то есть всё равно очень малое количество нот дошло до наших дней, и это причём дореволюционные рукописи. То есть мне их даже не дали, да, даже от ксерокопировать не разрешили, поэтому только на фотографию, и это прям очень ценный ресурс, и я думаю, что было бы здорово когда-нибудь устроить именно концерт музыки Синилова. То есть он же писал и романсы, и для инструменталистов, там, для кларнета, струнные квартеты у него потрясающие, просто очень красивые. Если бы были записи, я бы всем советовала послушать. Ну, надо найти, сыграть вам, записать, и выпустить альбом. И будут записи, и будут записи. Да, да, да. То есть это композиторы, родившиеся в Вятке, да? Давайте годно напомним просто, да, историю. Кто хочет? Ну, вот он, Владимир Алексеевич Синилов, получается, у него вообще интересная там, да, судьба была, да, потому что отец у него хотел, чтобы он был юристом, вот, и, соответственно... Не меняется желание родителей, мне кажется, с веками. Вот, и он такой, хорошо, хорошо, ну я стану юристом. Он действительно уехал в Петербург, ему дали, видимо, средства, чтобы он отучился. Вот он уехал в Петербург, отучился на юриста, получил очень хорошую степень с отличием. У него там право подписи было, право печати. Но потом во время учёбы он знакомился с композиторами, в музыкальных кружках занимался и начал немножко подписывать музыку. И после этого познакомился там, как по легенде гласит, что с римским Корсаком, который порекомендовал ему учиться дальше. Соответственно, он потом два года в Лейпциге учился, что это вообще очень удивительно у хорошего мастера. И потом поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, то есть, что тоже вообще удивительно. Отучился тоже, закончил и стал, в принципе, вертеться как раз в музыкальных кругах и писать, соответственно, музыку в разных направлениях. Там, да, более 90 романсов, и в целом у него 150 там произведений. Вот, но это чего стоило как бы ему, потому что отец его отучил от семьи. То есть он не мог возвращаться в Вятку всё это время, пока отец не умер, он не мог возвращаться, потому что всё-таки... За его профессиональный выбор отучил, да? Слушайте, вот это, да, это прям как-то очень сурово. Это сурово, да, но так или иначе, вот, и в том числе, когда он недолго прожил, он всего 40 с небольшим лет прожил, то есть революция 1918, вот он уже умер, и получилось так, что о нём вообще в Вятке-то уж все или забыли, или не знали вообще. И вот в 90-х музыковеды, да, музыканты, вот в первой музыкальной школе, я общалась с преподавателем, чтобы вообще понять, да, истоки, они как раз начали возрождать память о Владимире Сенилове, начали устраивать музыкальные вечера, ну и, собственно, они начали по крупицам собирать те фрагменты. В Кирове почти не было, вот в Герцинге не было никаких вообще нот, и они собирали, то есть он писал романсы на стихи, например, Цветаевой, потому что он всё-таки Серебряный век брал. И поэтому музей Цветаевой, музей там других в Петербургской, потому что большая часть наследия у него в Петербурге осталась. Они собирали по крупицам, оцифровывали, привозили вятку, и вот у них было несколько музыкальных вечеров таких камерных, где они всё-таки записали вот эти произведения, которые вот удалось выцепить. Но сейчас, сколько я приходила, общалась с Валентином Павловичем Штановым, сейчас вот не исполняется в программах, конечно, музыкальных школ пока ещё нет Владимира Сенилова, хотя все очень, они душой бьются, вот несколько таких музыкантов, да, которые говорят о том, что нужно знать своих, да, композиторов. Конечно, критики говорят, что, ну, у всех там, да, разный уровень музыкальной подготовки, там, осмысления, но я даже процитирую вот критиков, которые говорили про его творчество, что очень много разных там и хороших, положительных, и нет очень отзывов о его творчестве, но есть такой вот вполне себе честный отзыв, по моему мнению. По характеру творчества Сенилов скорее примыкает к западным школам, французской и немецкой, он ищет новые пути в музыке и может быть назван модернистом. Его произведение не отличается типичностью и яркостью мелодического рисунка, зато он изысканный и всегда интересный гармонист и колорист, владеющий в совершенстве оркестром и проявляющий в этих областях большой вкус. Поэтому многие говорят, что вот романсы, они очень сложны для вокального исполнения, но то, что он пишет для камерных вещей, для других инструментов, это очень задушевно, мелодично, и это по насыщенности, как на полный симфонический оркестр всегда звучит. Да, мы сейчас почувствовали, мне кажется, всё это. Вика, скажи, пожалуйста, вот я так понимаю, в той части проектов, в которой ты участвуешь, ты же не одна там будешь исполнять, с кем ты будешь, расскажи, пожалуйста, и будет ли там только Сенилов, и как это связано с экскурсионной частью, вот эти вот подробности, и когда ты, возможно, будешь играть. Я так понимаю, у девочек пока ещё с датами не очень понятно, но хотя бы примерно. Мы планируем выступать где-то в датах 27-28 августа, и пока локацию мы раскрывать не будем. Хорошо. Вот, я буду играть в составе ансамбля «Лада Гросса». Это ансамбль, который, в принципе, базируется на разных жанрах и направлениях музыкальных, но именно в этом проекте мы будем играть фольклорную музыку, то есть... То есть народная, да? Да-да-да, что-то приближенное к старой вятке, те произведения, которые могли звучать в нашем городе в далёкие времена. Интересно. То есть Сенилова сейчас в твоём исполнении только наши радиослушатели имеют возможность слушать. Так, подождите, а я немножко запуталась. То есть у вас, получается, не каждая ваша прогулка, экскурсия заканчивается музыкой? Каждая. Или просто не в каждой вика участвует? Не в каждой вика. Ага, понятно. У нас просто объём какой-то. То есть у нас, соответственно, мы планировали как раз пять экскурсий, и они все, соответственно, по разным местам, и разная точка притяжения у нас есть. И вот в этот раз у нас, да, Сенилов был, соответственно, романс, потому что там был рояль, там звучали как раз музыкальные вечера проводились, там это органично звучит. Соответственно, вот дальше у нас на этой неделе приказанная изба, а там у нас народная музыка тоже. То есть это завтра уже, да, будет? Седьмого написано. Воскресенье. А, воскресенье. Вот. То есть мы каждому зданию подбираем... Во-первых, мы смотрим на эпоху, когда было построено это здание, смотрим, что в эти годы у нас писалось, звучало. То есть... И это всё тоже не голословно, потому что мне пришлось тоже определённые источники изучить, там книжку, там прочитать про музыку Вятки, изучить полностью, где, у каких домов что, или в каких домах что звучало, кто приезжал, гастролировал, что писал. Соответственно, у нас не только... Самое интересное исследовательское такое интересное. Да. Ну, без этого я вообще не начинала проект. Я не начинала приглашать людей, пока не поняла, что вообще из себя представляет музыка Вятки. Хотя очень мало трудов по этой теме, я честно скажу. Вот. И поэтому у нас у каждого здания своё лицо, своя эпоха и своё музыкальное направление. Поэтому у нас он разнородный с одной точки зрения, но с другой эпохально у нас вот народная музыка, классическая, камерная. Не знаю, в этом году до духовной доживём ли, но в принципе это тоже подразумевается, потому что это всё наши истоки. Ой, а духовная музыка... Орган будет звучать? Ну, церковь, я так понимаю. Нет, или вот то, что поют в церкви. Хоровая музыка. Хоровая музыка. Здорово. Ну что, попросим, может быть, Вику ещё сыграть? Как на это смотрите? Давай. Следующее произведение я тоже решила выбрать с исторической привязкой, так как всё-таки проект краеведческий, можно сказать. И это произведение Бетховена. И, казалось бы, как он может вписаться в эту тему? Да, где мы, да? Да, но самое интересное, что именно этот фрагмент исполнял известный в нашем городе Михаил Синицын, который стоял у истоков основания Колледжа музыкальных искусств. И в одном из первых своих концертов он как раз исполнял вот это произведение, и все слушатели были просто в восторге. Это тоже главная партия первой скрипки. Первый струнный квартет тоже часть Ада жива. Здорово. Сейчас будем слушать. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Спасибо, Виктория. Спасибо большое. Вик, скажи, пожалуйста, я так понимаю, ты не просто исполнитель, не как функция в этом проекте, да, у тебя есть какое-то своё отношение, своё какое-то чувство не всей этой темы. Можешь рассказать, что вот привело тебя всё-таки, когда Регина предложила? Вообще для меня очень важно то, что в нашем городе проводятся и реализуются различные проекты, и я всегда стараюсь это поддерживать, потому что я очень люблю Уятку, и когда я увидела в целом проект Регины, прочитала про него, мне стало интересно и помочь Регине осуществить задуманное, и поучаствовать самой в этом замечательном проекте. Вы знакомы были до проекта? Нет. Не были знакомы? То есть вы увидели информацию и написали Регине? Нет, мне очень... Моя хорошая знакомая одна скинула мне клич Регины о том, что она ищет мобильного музыканта-инструменталиста для записи видеоанонса к проекту. И самое интересное, что там было написано очень яркого инструменталиста, и я подумала, что мои зелёные волосы очень хорошо спишутся. Хорошо спишутся. Вот так волосы решились. И когда я написала Регине, мы как-то очень быстро мозговым штурмом придумали музыку, которая будет звучать в видеоанонсе. И, конечно, впоследствии это ещё много раз менялось, но мы в итоге всё равно пришли к изначальному варианту. И в целом для меня было очень важно прочувствовать каждую ноту, каждую фразу того, что я играю. Естественно, сформировать как-то своё отношение к этому. И прочувствовать то, что я именно играю не для людей, как я обычно это делаю, а для домов. Вот это вот был очень необычный для меня опыт. То есть ты прямо вот исполняя своим зрителям, своим слушателям чувствуешь дом, да? Да, и вот было очень интересно всё это прочувствовать, окунуться в какую-то эту атмосферу. Мы выбрали для проекта «Народные мелодии». И самое вот интересное, что почему мне было комфортно работать в этом проекте, потому что Регина очень чуткий руководитель. Я чувствовала себя очень полноценно, и Регина полностью отдала мне владение, так скажем, музыкальной стороной. И я сама, в принципе, выбирала музыку. И я скажу, что это произведение, которое я играла в видео, это не по нотам я разучила, а сама составила. В основе лежат две «Народные мелодии», и я их немножко поварьировала и добавила свои вставочки между ними. Так что для меня это получилось очень чувственно. Здорово. Если успеем, сыграешь? Да, вот я тоже хотела спросить, можно ли послушать? У нас осталось буквально пять минут, и давайте дадим... До розыгрыша. До розыгрыша, да. Дадим Регине возможность договорить, потому что всё время я перебиваю, да. Давай расскажем про, может быть, экскурсоводов, да, кто представляет вот эту вот, скажем, историческую... У вас каждая прогулка — это разные люди, которые гуляют, да, с кировчанами. То есть мы как раз делаем акцент не на том, что у нас всё строго так, как мы придумали, и каждый раз проверены люди, там проверены музыканты. У нас всегда всё... С корочками экскурсоводов. Ну, у кого как. Мы вообще за разнообразие, да, потому что каждая прогулка должна стать уникальна, да. У каждого своё знакомство с городом должно случиться. И поэтому мы даём возможность познакомиться, во-первых, с разными экскурсоводами, с разным подходом, с разным опытом, образованием, просто взглядом на город, что очень важно, потому что у каждого, во-первых, человека свой взгляд, а тут ещё экскурсоводы, они же тоже по-своему любят город. И они показывают свои уголки, свои сокровенные места. Поэтому у нас вот трое экскурсоводов пока на данный момент есть, может быть, ещё разрастёмся. Вот Аксения Лунинова, да? Да, Екатерина Руднева и Светлана Дождевых. То есть многие известные там, многим уже... Все были у нас в эфире. Это ещё тоже такой момент, да, что, может быть, кто-то пойдёт на экскурсовода, кто-то, кто уже был на каких-то проектах, слышал данного лектора, да, и ему интересно послушать что-то ещё. Плюс ещё в довесок то, что мы ещё анонсируем музыкантов, и они тоже каждый раз разные, и ещё и на музыкантов. Со своей аудиторией, тоже поклонниками, фанатами. Поэтому вот то, что мы привлекаем уже таких, да, не знаю, солистов филармонии, которые захотели участвовать, что тоже для меня вообще, даже шок был для меня, что они могут участвовать, да, спокойно, на энтузиазме в таких проектах. Но, тем не менее, ну, как это произошло, да, вот на первой прогулке, просто услышать даже первые, да, вокальные какие-то исполнения такого артиста во дворе, неожиданно, да, в том дворе, где необычно никто ничего хорошего не исполняет, это уже повергло всех в какой-то такой культурный, да, шок. Прости, тоже перебью тебя на минуточку, потом продолжи, пожалуйста. Вот я когда была на этой экскурсии, там как раз была солистка-вокалистка из филармонии, самым ярким моим таким образом впечатлением было, ну, ты представляешь, да, как в филармонии концертный платье, на ней была шикарная такая шифоновая юбка, которая очень длинная, и вот она сидит в этом дворе, а представляешь наши дворы, да, всё в колдобинах, в какой-то грязище, и она сидит в этом воздушном, великолепном платье, которое ложится на нашу, прости, грязь кировских дворов. Вот этот образ у меня больше всего запечатлелся, этот контраст того, что вот эти вещи... Есть фотографии, да, у вас в группе наверняка. Продолжи, пожалуйста, да, снова. Ну и, собственно, вот эта вот магия, которая случилась, да, и потом все подходили и говорили, что мы увидели вот в здании, что оно ожило, что там уже какие-то, не знаю, духи-недухи летают, что оно... Действительно, вот моя самая главная цель в проекте была, что эти здания, они на самом деле, моё убеждение, что они ещё могут вернуться в культурную жизнь, они могут стать участниками культурной жизни. То есть они и раньше, допустим, да, были ими участниками. А сейчас это вот... Для меня это как аналогия, вот когда в бой идут одни старики, там был момент, когда приглашали, да, молодёжь танцевать, и там бабуля такая сидела, почти столетняя, её приглашают, бабуля, иди с нами. Она такая, да куда ж, мне пусть молодые танцуют. И здесь то же самое, что эти дома, они же понимают, что они уже ни на что врачи не способны вот в своём состоянии нынешнем, но приходят музыканты, приходят, да, вот экскурсоводы и говорят, что нет, вы с нами, вы ещё в нашей жизни, в культурной, в жизни города. И поэтому это вдохновляет, хотя это немножко метафорически всё-таки, да, но так или иначе, мне кажется, в этом есть какой-то определённый задел. Даже когда мы с Викой писали тизер, ну вот видеоанонс, мы зашли в последний двор у здания женского монастыря, приобретенского, и вот, и было утро, и мы разбудили всех, кто ещё спал, наверное, и вот Вика заиграла на скрипке несколько раз, мы, потому что для тизера несколько дублей делали, и вышла женщина из соседнего дома и говорит, господи, как прекрасно с утра услышать скрипку во дворе, в котором обычно ничего хорошего не звучит. И мы поняли, что вот, ну, наверное, только ради этого стоит продолжать проект. Это был такой тест. Так, у нас, наверное, время как раз идти на рекламу. Подожди, давай мы быстренько перед уходом на рекламу всё-таки скажем, во-первых, где искать расписание экскурсий, как вас найти, как называется группа, во-вторых, возрастные ограничения проекта и группы, это очень важно, вот, и в-третьих, вы уже сказали, да, то есть до сентября как минимум проект будет продолжаться, пока ещё хорошая погода, пока тепло относительно на улице. Будем надеяться, что с погодой нам и дальше будет вести. Да, соответственно, нас может найти ВКонтакте, у нас есть группа, группа встречи, концерт для одного дома, точка-лятка, вот, поэтому там мы анонсируем за несколько дней до экскурсии, то есть мы в течение недели анонсируем, кто будет экскурсоводом, кто будет музыкантом, и буквально за три дня у нас пост для ссылки на регистрацию, и там можно записаться, то есть ограниченное количество всё-таки у нас, те, кто может зайти туда. То есть запись обязательно, да, на экскурсии? Да, она обязательно, потому что, чтобы всем было комфортно, во-первых, и путешествовать по городу, и находиться на выступлении, и ещё у нас в конце, то есть мы, когда происходит концерт, мы это записываем с нескольких камер, чтобы ещё был видеоролик на память, в память домику, в память городу, чтобы это осталось как вот, ну, такой прецедент. Значит, группа ВКонтакте называется концерт для одного дома, точка-лятка, возрастное ограничение. 16+, но понятно, что это просто для вовлечённости в истории, всё-таки здесь нужно больше каким-то, было это уже и жизненным. Бэграунд какой-то должен быть, да, и 16+, тогда получается возрастное ограничение проекта, но ещё раз напоминаю, что 16+, такой, ну, как бы, отбивочка, которую Роскомнадзор ставит, а на самом деле, там могут родители с детьми приходить маленькими, ничего у вас такого там криминального не происходит. Убегаем на рекламу, возвращаемся, разыгрываем призы с вопросами от наших гостей, и потом ещё Вику мы слушаем. КУЛЬТПОХОД Программа КУЛЬТПОХОД продолжается, и после перерыва мы традиционно начинаем озвучивать список призов и задавать вопросы, и дарить эти призы. Поэтому Гульнар начнёт, я продолжу. Так, да, у нас есть пригласительная в кинотеатр смена на любой фильм и сеанс, и в кинотеатр дружба. Кроме того, у нас есть традиционная пригласительная в галерею прогресса на фотовыставку улицы Лагранжа и Александра Оченко ограничение по возрасту 0+. Торопитесь до какого-то до 21 августа. До 21 августа она будет идти, великолепная выставка, потрясающая. У меня было ощущение, что я попала в другое время, в другой город, и вообще... Ну, это так ведь и есть. Так ведь и есть. Фотографии переносит. Так же, как музыка, наверное, и переносит, да, в другую эпоху. И есть у нас, конечно же, книги от магазина «Читай город». Я сейчас их буду озвучивать, да. Это Елена Михалкова, «Ваш ход», «Миссис Норридж», сборник детективных рассказов про английскую гувернантку Эму Норридж. Ну, тут уже можно ничего не говорить. Викторианская Англия и так далее. 16+. Саша Николаенко, «Жили люди, как всегда», записки Феди Булкина, «Трогательное повествование о бессмертности человеческой души и неизменных истинных бытия». 16+. Элли Данмар, мой любимый герцог. Гульнара меня чуть не убила, когда увидела, что я эту книжку беру в розыгрыж, да. Я просто... Вот немножко сюжетная линия. Суфражистка Аннабель Аргер встречается с герцогом Монгомери. Никакой философии, если синеглазый встретил зеленоглазую. Ну, и так далее. Вот кто смотрел сериал «Бриджертон» и тем понравится. 18+, возрастное ограничение. Это много о книге говорит. И Рагим Джафаров, картина Сархана. Художник еще не закончил картину, а она уже была куплена. 7 человек приглашены на просмотр, но не все останутся в живых. Тоже 18+, возрастное ограничение. У книги, кстати говоря, есть такое небольшое представление от Галины Юзефовича «Настоящий мастер истории». Это она про Рагима Джафарова, автора этой книги. Напоминаю, что книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Пребоженская, 65, торговый центр «Театр Оленина, 103А», торговый центр «Крым», Луганская, 53, торгово-развлекательный центр «Макси» и «Читай город» в ТРС, фестиваль «На Волкова 6А». Спасибо большое «Читай город» за то, что он нас хорошими книжками снабжает. А еще у нас есть подарки от Вятского художественного музея. Шоппер, футболка и бутылка. И бутылочка под воду со специальным держателем, чтобы можно было ее носить на руке. Она пустая, конечно. Но зато это все от Вятского художественного музея с великолепными красивыми. Восстанецовского пленера, который открылся вчера. Совершенно верно. Льняной шоппер. Вообще очень симпатично. Кто сейчас льет в отпуск, мне кажется, это вообще просто великолепно. Но опять же, это про экологию. Все, что мы любим. Итак. Первый вопрос. Кто задаст? Регина? Да, давайте. Так как у меня все-таки на первом месте боль про судьбу зданий, поэтому самый актуальный вопрос, наверное, в преддверии нашего юбилея города. С вариантами ответов. Чтобы было полегче. Какое из перечисленных зданий не отреставрирует, внимание, не отреставрирует к юбилею города, к 650-летию? Вариант первый. Приказная изба. Вариант второй. Здание Вятской консткамеры. Ну, вот этот же особняк Синилова. Вариант третий. Усадьба Чарушина. И четвертый вариант. Дом Салтыкова-Щедрина. Ага. Ну, на самом деле, кто внимательно слушал, мог, наверное, понять, да, уже, по крайней мере, один вариант он точно может уже исключить, потому что мы в эфире говорили о том, что его, возможно, отреставрируют. Про второй вариант ничего не скажу. Итак, у нас четыре варианта. Дом Салтыкова-Щедрина, дом Чарушина, консткамера и приказная изба. И есть уже слушатель. Добрый день. Здравствуйте. Да. Представьтесь, пожалуйста. Александр. Да, Александр. Так какой же все-таки дом не отреставрируют, вот из этих четырех? Дом Чарушина. Это правильный ответ? Это правильно. Это правильно, говорит Регина. Очень жаль, но это так. Откуда у вас такие знания? Вы следите за историей города, за домами, за проектами? Или просто угадали? Ну, занимаюсь историей города и так примерно представляю, что может, что не может быть. О, отлично. Спасибо вам большое за правильный ответ. Какой приз вы хотите? Приз от музея. От музея. А что вы хотите? Шоппер, бутылочку или футболку? Что последнее? Футболка, бутылочка или шоппер? Шоппер это сумка такая или иная, с длинными ручками. Можно носить на плече. Давайте футболку. Футболка. Хорошо. Футболка достается Александру, а мы едем дальше. Александра отпускаем и переходим к следующему вопросу. Может, Вика задашь ты? У меня вопрос будет с музыкальной вставочкой. Давайте, давайте, конечно. Я сейчас сыграю фрагмент, а слушателям нужно будет понять, на основе какого жанра народной песни основан вот этот фрагмент. То есть именно жанр, не песня? У меня еще будут варианты. Хорошо, ладно, давайте. Здорово. Можешь не держать. Тут помогает просто Регина, Вики, держать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Варианты ответов. Значит, первый – свадебная народная песня. Второй вариант – плясовая народная песня. И третий вариант – лирическая протяжная народная песня. Ой, мне кажется, что просто. А может быть, вот вопрос с подвохом. Не знаю, ну ладно. Значит, свадебная, лисовая, либо лирическая. Вот этот вот фрагмент, который звучал, 211-101. Дорогие слушатели, в прямом смысле слушатели, если вы внимательно слушали. Слушали, вы наверняка поняли. Добрый день, как вас зовут? Константин. Да, Константин, так все-таки народная, плясовая или лирическая? Мне кажется, лирическая. Лирическая? Лирическая. Ну вот, ура, это правильный ответ. Вика кивает. Да, Константин, совершенно верно. Какой приз вы хотите? Шоппер. Шоппер? Отличный выбор. Прекрасно так. Шоппер тоже уходит. Не достается тебе. Константин знает, куда заходить за подарком. Он будет у нас в редакции. И мы едем дальше. У нас еще есть возможность задать один вопрос. Регина. Так, я уже говорила, что я исследовала музыку вятки, и поэтому я познакомилась с одним интересным автором, Роман Михайлович Преснецов. Вот. Но интересно было то, что он был не, собственно, краевед, то есть это его не основная профессия была. И вот вопрос звучит так. Какая была основная профессия у Романа Михайловича Преснецова, который написал книгу «Музыка и музыканты вятки» и наиболее полной системной исследовал, собственно, музыку вятки? Вариантов нет. Не будем подсказывать, да? Ну, может, хотя бы какие-то подсказочки. 211-101 – это номер телефона для слушателей. Я напоминаю слушателям, что если вы первый ответ даёте неправильно, то мы вам даём вторую попытку, мы добрые. Ну, и я думаю, что мы будем всё-таки по ходу немножечко подсказывать. То есть человек написал книгу о музыкантах вятки, да? Чем он вообще занимался, то есть чем он на жизнь зарабатывал? Книгу он написал, как я понимаю, в свободное от работы время. Скорее всего, или это была часть его интереса, в том числе и на работе. То есть они пересекались немножко. То есть уже пошла подсказочка. Но вопрос всё-таки в том, да, кем он был. Кем он был по основной профессии. Добрый день, как вас зовут? Ой, боже мой, что такое? Выключите, пожалуйста, у вас приёмник или... Как вас зовут? Здравствуйте, здравствуйте, это Валентина. Валентин, выключите приёмник, пожалуйста. Хорошо. Фомет очень сильно. Выключила. Спасибо. Да, давайте, Валентин, будем угадывать? Будьте добры, ещё чётко повторите, пожалуйста. У вас в последнее время очень плохо вот всегда... Валентин, у нас очень мало времени. Значит, Приснецов, фамилия автора Приснецов. Он написал книгу о музыкантах вятки. Но написание книг о музыкантах не было его основной профессией. Чем он занимался? Кем он был? Он, наверное, книготорговцем был. Это правильный ответ? Не совсем нет. Не совсем, говорит Регина. Давайте, Валентин, вторая попытка у вас. Ну, он всё равно как бы в этом музыкальном кругу всё-таки он общался. Хотя и не был музыкантом. Так, общался в музыкальном кругу, хотя и не был музыкантом. Это правильное направление мысли? Это жизненное направление, но это не профессия. Не профессия, не профессия. Но профессия с музыкой отчасти связана, я так понимаю, да? Валентин, давайте... Я думаю, что он как журналист, наверное. Это правда, да? Это правильно? А в каком СМИ, если так? Ну, то есть есть, допустим, радио, телевидение, газеты? Вот где? Я думаю, что на радио. Да, на радио журналист. Ура, угадали, наконец-то. Валентин, какой приз вы хотите? Давайте бегом. Бегом. А вот что осталось там? Я хотела сувенир, мне очень хочется сувенир. Я вчера была на открытии Воснецовского пленера. Есть бутылочка под воду с символикой на крышечке Воснецовского пленера. Мы вам её с удовольствием подарим. Всё, Валентина, ваш приз у нас в редакции, забегайте. У нас на самом деле времени остаётся совсем немножко, поэтому нам сейчас Виктория будет исполнять музыку, и на этой музыке мы потихоньку будем уходить из эфира. Сколько успеем, да. Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка